Доброго времени суток, дамы и господа! Многие люди часами сидят и всячески улучшают внешний вид своего персонажа, улучшают трансмог, пользуются различными интересными игрушками. И вот именно об игрушках сегодня пойдёт речь. Не секрет то, что различные игрушки меняют как-либо внешний облик персонажа, либо добавляют всяческие дополнительные опции для персонажа. Меняется там облик плаща, облик нагрудника, шапочка какая-нибудь надевается от какой-нибудь определённой игрушки. И вот в дополнение Dragonflight имеется превосходнейшая игрушка, которая немножко пробьёт в вас ностальгию, вернёт вас во время Пандарии или, например, дополнение Battle for Azeroth, в то время, когда были различные красивые плащи. В Пандарии были плащи с анимацией легендарные, превосходные. В дополнение Battle for Azeroth был плащ, который спасал нас от порчи. И все эти плащи можно в виде бафа на себя получить, если, конечно, нам чуточку повезёт. Например, на текущий момент на мне по анимации имеется танковский плащ с Пандарии. Немножко подождём, и его анимация проявится. Вот она, бычок появляется. Почему-то перед игроком, а не за спиной, как было, например, в Пандарии. Это довольно-таки интересно и странно. Как будто центр персонажа и его спина находятся немножко впереди, а не позади. Так вот, откуда мы это получаем, и что нам вообще для этого нужно? Нам потребуется шкафчик с множеством плащей. Можем купить его у Гневиона, чуть-чуть вообще раскачав репутацию с ним в обсидиановой цитадели. Давайте туда прилечу и прям тыкну, где находится этот моб. Так, подлетаем к обсидиановой цитадели. Тут у нас Гневион парит. Ого, квест какой-то дают, окей. И да, рядом стоит интендант. Оттик Белле. Покажи свои товары, и он будет нам продавать эту шкатулку. Раньше там на старте она была предметом, поэтому я на неё внимания не обратил. Но с недавнего времени она стала игрушкой, и я сразу же там прилетел, купил её и, собственно, начал использовать. Потому что анимация различных плащей, и это реально круто. Давайте юзну и покажу различные другие анимации, если прокнет, конечно же. Отменю танковский плащик. Нажму шкафчик. Юзну шкафчик. Что даётся? А какой-то непонятный вообще баф дался. Окей, ждём минуту. Внутренняя КД имеется минута. Вот, после повторного использования дался замечательнейший облик легендарного плаща. А именно копия милишного плаща. И согласитесь, этот тигр за спиной просто топовый. Очень кайфовые эффекты этих пандаренских плащей. Рекомендую использовать эту игрушку как можно чаще, чтобы получать от игры максимальное удовольствие, которое только возможно. Потому что удовольствие в мелочах и такие анимации в пандарии, они были классные. Прошло по факту 10 лет со старта пандарии, но всё равно. А вот, например, плащ. Ажра КамАЗ с БФА. Появляются крылышки. Хотя в БФА крылышки появлялись только при ношении тринкета. В общем, юзайте. Надеюсь, вам будут частенько прокать легендарные плащики. И вам хотя бы будет приятно играть в эту игру. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги, мойте руки. До скорого.